Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Сегодня я хочу показать вам небольшую клумбу, на которой я посадила маленькие хосточки. То есть в основном это все мини-хосты. Но это не только хосты маленькие. Это маленькие остильбы, маленькие камнеломки, маленькие папоротники. Итак, мы с вами, наверное, в прошлый раз закончили на том, что я показывала вам, как выглядит маленькая остильба. Эта остильба называется Мулен Руш. У нее невысокие соцветия, у нее плотные приземистые листва. Она очень красивая. За ней у нас с вами находится самая большая мышка. Вернее, одна из самых больших мышек. Это Рафлмаус Еас. Как вы можете наблюдать, это зеленовато-голубоватые листья, гофрированные. Высота где-то сантиметров 15. Я имею в виду высоту без цветоноса. Итак, на переднем плане находится у нас Парадайз Айланд. Эта хоста не совсем относится к супермаленьким. Но в данном случае я посадила ее здесь, потому что у меня маленькие экземпляры. За ней находится Сноумаус Еас. Голубые края и светлая середина. Очень часто эта хоста становится голубоватой. Поэтому если у вас появляются какие-то клоны в кусте, которые мама или папа, или дедушка, или бабушка, постарайтесь их отделять, чтобы целиком весь хост не превратился у вас просто в голубую хосту. Рядом находится камнеломка. Эта камнеломка мне очень нравится. Сейчас эта камнеломка называется Руберфолия. Раньше мы ее называли Манчжурской или Камнеломкой Фишери. У нее и листва красивые, и цветы осенью розово-белые, крупные колокольчики вот на этой красиво рассвеченной листве. Под ней находится более маленькая камнеломка, название которой или Fire Color, или Five Color. Потому что я ее покупала в самом начале века, то есть 2001 века, 21 века, и название у меня просто потерялось. Рядом с камнеломкой находится остильба. Она немножко выше Муленруш, а остильба называется Саксопилес, или по-другому голая. У нее красивые разреженные листва и низенькие цветоносы. В общем, тоже достойные растения, чтобы расти вместе с маленькими хостами. На переднем плане здесь находится печеночница. Я, конечно, очень люблю эти печеночницы. В данном случае это Трансильванская печеночница, но сейчас не о них речь. Итак, за остильбами у нас находится маленькая хосточка, которая называется Lucky Mouse. Видите? Светлая окантовка и голубовато-зеленые листья. Золаки Маус, чочь Маус, церковная мышка. Это очень сильно гофрированная, голубоватая, больше голубая, нежели зеленая листва. Совершенно такие узнаваемые, сильно гофрированные листья, плотные-плотные. За чочь Маус я посадила маленький одиантум. Это совсем крошечный одиантум. Итак, за чочь Маус я расположила Холи Маус. У Холи Маус у нас светлая середина, слегка расписная и голубоватые края. Но как вы можете наблюдать, что, например, в этой розетке появляются уже листья просто голубые. Поэтому за этим надо следить. Вот здесь, в горшке за Холи Маус, я посадила хосту, которая самая маленькая, сильно зеленая, сильно крученая. Это Тангуэ Твистер. Малышечка, высота которой где-то 8, максимум 10 сантиметров. Узенький лист, закрученный. За Лаки Маус у меня находится хоста Голден Нидлис. Это хоста жёлтая, хотя здесь вообще достаточно глубокая полутень. И все листья у неё расписные. Листья плотные, расписные, края слегка волнистые. В центре, в центре этой клумбы, вот в этом большом горшке, у меня находится хоста Тини Вини Бикини. Итак, это маленькие, совершенно малюсенькие розеточки, светлая середина и зелёный кручёный край. С левой стороны от Тини Вини Бикини у меня находится Литл Трежа. Хоста Литл Трежа голубые листья, узенькие. Листь подкручивается, светлая серединка, хосточка смотрится очень миленько. Итак, а вот за Примулой Зибальда это Пандора Бокс. Пандора Бокс, вы, наверное, знаете многие эту хосту, но она тоже неплохо вписывается в эту композицию. За Голден Нидлис у меня находится ещё одна мышка, это Айс Маус. У неё узкий светлый край, некоторые розетки более светлые, некоторые зелёные со светлым краем. То есть есть и такие варианты, и такие. Но как любая хоста, она выдаёт иногда интересные клоны. За Айс Маус я посадила Десерт Маус. Как вы можете наблюдать, хорошенькая хосточка с некрупными листочками, с голубой каймой и со светло-кремовой серединкой. А вот за ней есть ещё один Адиантум. Это Фибрикатум. То есть он такой же низенький, как Суппумилус. Маленькие, интересные печёночницы прекрасно вписываются в эту композицию. Итак, вся эта клумба, я её окаймила горшками с интересными фиалками. То есть они как бы служат и бордюром, и в то же время поддерживают эту клумбу. Но мне нравится такое неплохое оформление, потому что оно поддерживает и влажность, и аккуратность, и какой-то порядок в данной клумбе.